лет мои хорошие я на рынке продуктовым хотела вам заснять как у нас выглядит рынок у нас скоро будет праздник и поэтому народу очень много все готовятся это будешь брать я черешню люблю мне хоть кислое все равно мне вкусно будет да поэтому не смысл килограмм 207 датчика там что снизу а не чуть поменьше было я малину возьму виноградные листья мы сейчас пойдем в этот возьмем а вот еще он очень много народу сегодня это рано перед праздниками украины и украина а и 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 Так с чего-нибудь начнем уже брать. Вот сейчас там возьмем такую, что морковку возьмем. Специи. Ой, здесь так пахнет с лицами. Я не знаю, что вам рассказывать, честно сказать. Одно скажу, что цены за полтора года, которые у меня здесь не было, увеличились в два раза. Так, здесь все смешалось. Продуктовые, констовары и дальше, наверное, вещи тоже. Кстати, здесь второй этаж тоже есть. Там уже магазины вещевые. Какую цену малина? 200 рублей баночка? Да. Мама куда убежала? Малиночка. У нас в Турции малины нет. Поэтому надо здесь наесть ее. Когда я уезжать буду, ее здесь уже не будет. Так, там уже овощи дальше. Картошка у нас, кстати, в Дагестане своя, хорошая. Посмотрите, какая хорошая картошка. Картошка по 25, по 30 рублей. Я люблю, честно сказать, наши овощи, потому что они местные, вкусные на самом деле. Не знаю, где мама. Бурак, свекла по-другому, 80 рублей килограмм. Видите, какая красивая вся, одного размера. Клубника красивая, тут овник, персики. Фрукты у нас изобилие в Дагестане. С фруктами проблем нет вообще. Наша местная клубника. Килограмм 200 рублей, вон та, которая помельче. Она чем мельче, тем слаще бывает, кстати. Большая лиза. Она везде дорогая. Вот малина наша местная. Посмотрите, какая красивая. Килограмм 350 рублей. Не смогла я мимо пройти. И здесь же грамматики тоже себе возьму. Так, попадаем на продуктовый ряд, люди. Рыбой запахло сразу. Сушеная, разная. Тебе не надо, спрашиваю, этот ряд? Нет, здесь рыба. Ай, ну вон там сухофрукты не надо? Сухофрукты нет. Сухофрукты сжарские пустые. Ай, я хочу эту рыбу, но мне нельзя ее. Я на этом рынке не ориентируюсь, поэтому на меня не полагаюсь. С сухофруктами у нас здесь проблем нет. Точно так же, как и в Турции. Конфеты, конфеты. Конфеты наши люди любят. Вот это, по-моему, вкусное. На обратном пути надо будет взять эту конфету. Посмотрите, какое изобилие. Дальше зелень. Кинза, которой нет в Турции, которую я никогда не нахожу в Турции. Боже, как вкусно пахнет зелень. Здесь невозможно спокойно снимать, потому что люди по одной дороге не идут. Ходят восьмерками. Ну, это мельче, чем та, которую ты смотрела. Свежая фасоль, вот у нас тоже акасанная есть. 150 рублей килограммчик. А баклажаны в какую цену? 100 тысяч. Тоже 150. 150. Баклажанчики. На. Огурчики. 3 килограмма, 100 рублей. Вот такие огурцы я люблю с пупрыжками. Посмотрите, чай и чай, и как здесь вкусно пахнет. Мой аромат любви остался в Турции, в домах. Я люблю чай с бергамотом. Черный, классический, с бергамотом. Вкусно пахнет. Кушаем винограду. А мы винограду уже купили. Вот смотрите, какая крупная, вкусная. Я уже попробовала черешня. Килограмм у нас 250 грамм. Ой, 250 рублей. Это называется бычий глаз. Она очень крупная. Виноград мы купили здесь рядом по 200 рублей килограмм. Персики 150. Абрикосы 170. Какое изобилие вкусностей и вредностей. Какой марбинал? Вот это нет. Лукум турецкий. Пойдет, пойдет. Какие аппетитные финики. У тебя финики не закончились? Финики не закончились еще? Боже. Так что не только в Турции это все есть. У нас тоже это все есть. Даже вот так, смотрите. Красота. вишня, райское яблоко, груша, персики, айва, папайя, камиво. Чего только нет. А вот это зеленое-зеленое, это что интересно? Лайм. Лайм. Привет. Привет. Ваши лазинги, ты улетай. А? А? А?